Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и в ближайшие несколько минут я собираюсь рассказывать вам об игре Deus Ex Mankind Divided. На самом деле немного необычный для меня обзор, потому что, пожалуй, впервые я буду стараться защитить игру, которая на данный момент получила очень много негативных отзывов. Причём эти негативные отзывы на самом деле правильны. Тем не менее, Deus Ex Mankind Divided лично мне понравилось, и я постараюсь в этом своём видеообзоре объяснить почему и постараться дать понять вам, стоит ли играть в Deus Ex Mankind Divided. Но, как всегда, небольшой экскурс в прошлое. Недавно я выпустил историю серии BioShock, в котором рассказывал, что у BioShock'а ноги растут из System Shock'а. Так вот, у Deus Ex та же самая фигня. И если за BioShock был ответственен Кен Ливайн, то за Deus Ex Уоррен Спектр, тоже один из создателей System Shock'а. Я бы даже сказал, самый главный создатель System Shock'а. И если у Кена Ливайна в игре больше преобладает экшен, то Deus Ex скорее ближе к ролевой игре, но с преобладающими элементами стелс-шутера. И это понятно, потому что Уоррен Спектр был одним из создателей игры Ziv The Dark Project, War, то бишь. Тоже одна из моих любимых игр. И, в общем-то, именно Deus Ex, по-моему, продолжатель традиций Ziv The Dark Project, а не та поделка, которая недавно выходила под именем War, и уж точно не Dishonored. Mankind Divided — это четвертая игра в серии Deus Ex, кстати, переводится как «разделенное человечество». И, в общем-то, продолжает историю, начатую в Human Revolution. И это один из минусов, по-моему, больших минусов игры. Например, Ведьмак 1, 2, 3, несмотря на то, что они вроде как продолжение друг друга, на самом деле все были такими оригинальными играми. И если вы не играли в первый и второй Ведьмак, то вживание в третьем Ведьмаке в роль и в сюжет проходило безболезненно все равно. В Mankind Divided же нам сразу начинают сыпать именами и фамилиями героев из прошлых игр. Даже я, который играл в предыдущую часть Human Revolution несколько лет назад, уже многое забыл. А я представляю, в каком офигее находятся те люди, которые вообще впервые играют в Deus Ex. Правда, разработчики подготовили специально для таких людей 12-минутный видеоролик, который вкратце пересказывает сюжет прошлой игры. Тем не менее, я считаю, что это не очень правильно вот так соединять части игры плотно. Мне кажется, что порог вхождения даже для новых игроков в сюжетном плане должен быть низким. И если они хотят уже узнать предыдущую историю, то дать им такую возможность. С другой стороны, вообще, в принципе, сюжет в Mankind Divided отвратителем. То есть, не в плане, что он вызывает отторжение, а он просто скучный никакой. В сравнении с тем, что было в предыдущих частях серии, ну, очень плохо. И мало этого, тут еще и отвратительные диалоги. Я давненько в играх не хотел так, не хотел перематывать все диалоги. Реально, все их проматывал, потому что они скучные, они не несут практически никакой информационной нагрузки. Они в основном такие вот пафосные, размышляющие о том, к чему сейчас пришло человечество. А смысл игры, почему называется разделенное человечество, в том, что в конце прошлой серии Human Revolution, там один злодей, я не знаю, будет ли это спойлером для тех, кто собирается внезапно в Human Revolution играть, он так сделал, что у аугментированных людей, это тех, которым там вставлены всякие механические приблуды, там, руки, штуки всякие, улучшающие мозг, короче, он послал какой-то сигнал, который заставил их всех как бы взбеситься и поубивать многих других людей. Ну, наш герой, он, как всегда, Адам Джепсон, Дженсен, всех спас, все это отключил, но вот сейчас, в начале Mankind Divided, аугментированные люди стали некими такими изгоями и, в общем, подвергаются всякой дискриминации во многих странах мира, и, в общем, на этом построен сюжет. Так вот, все эти вот диалоги ведут к тому, что многие персонажи размышляют об этой разделенности, о том, что все ненавидят вот этих аугментированных, кстати, наш главных героев тоже практически полностью весь аугментированный, и это невыразимо скучно на самом деле. Если, там, опять же, в том же Ведьмаке или даже в Fallout 4 было интересно выслушивать дополнительные диалоги, которые, там, не влияют ни на экспу, ни на прохождение, то есть просто познавать мир, то тут хочется все быстро промотать и перейти уже непосредственно к экшену. Так что и сюжет в Mankind Divided и диалоги это тотальный минус. Причем, что еще хуже, эта часть, она как бы завершается непонятно чем, тут нету финала, тут явно все сделано для того, чтобы выпустить продолжение специально. Если Human Revolution все-таки имел законченную историю, то тут ощущение, что игра заканчивается на середине. И по-хорошему, вот основной сюжет, он в мире игры не меняет ничего. То есть нас подводят к тому, чтобы купить следующую игру. Но на самом деле, так как это не ролевая игра, а стелс-экшен, то это вот лично мне абсолютно по боку. Мне было интересно решать вот эти головоломки с проникновением и с получением чего-то необходимого по квестам. Объясню, кто вдруг не в курсе, что такое Deus Ex и вообще какая система игры. Вам дают задание куда-то, либо проникнуть, либо что-то получить. И в отличие от обычных ролевых игр, где вы либо всех убиваете по пути, либо пытаетесь как-то договориться, Deus Ex славен именно тем, что тут очень много вариантов пробраться куда-либо. Причем вариантов именно таких как бы воровских, скрытных, незаметных. И эта игра именно для тех, кто вот любит во всяких ролевых играх лазить по всем ящикам, все проверять, заглядывать в самые, казалось бы, неинтересные места. Вот таких людей Deus Ex вознаграждает, и им тут интересно находиться. Потому что они найдут и подсказки, как куда-то проникнуть, и найдут щели, куда закатиться, коды от сейфов и так далее, и так далее. Или могут взломать. Я, например, вот Deus Ex Mankind Divided проходил за хакера. То есть я полностью прокачал все аугментации мозга, то есть там на взлом, на уклонение от вирусов, там и так далее, и так далее. Но вы можете, например, наоборот, прокачать всякие физические штуки и выше прыгать, чем мой персонаж, и таким образом попадать в недоступные для моего персонажа места. Либо можете прокачать боевые навыки. Вот Mankind Divided по сравнению с Human Revolution намного больше упор делает именно на экшен. Не на стелс, а на экшен. То есть тут можно и повоевать. Но я это не люблю. Я считаю, что мы, если уж стелс, так стелс. Стелс я никого не убиваю. Вообще стараюсь, чтобы так проходить мимо всех, чтобы меня не замечали. Но тем не менее, вот если вы играли в Human Revolution, то имейте в виду, что в Mankind Divided есть больше возможностей в плане стрельбы, гранат и прочего-прочего. И вот эта часть игры, именно стелс, мне очень нравится. Потому что разработчики, дизайнеры уровней, по-моему, продумали все эти штуки на высоком уровне. Другое дело, что тут мало нововведений по сравнению с Human Revolution. То есть Mankind Divided в плане стелса очень много идей взяла и с Human Revolution. Но мне это никак не помешало играть. Мне интересно. Мне интересно было решать вот эти стелсовские задачки. Как куда-то проникнуть, как что-то получить. Мне это реально вот напоминает того самого вора из 1998 года. Где на самом... Я, кстати, играл на самом высоком уровне... Ну, точнее, вру. Тут самый высокий уровень сложности, он не открыт. Его надо сначала пройти игру, но тогда будет доступен. Но так вообще на высоком уровне сложности я играл. И мне это напоминает того первого вора, где на самом высоком уровне сложности нельзя было никого убивать. Надо было очень тихо во все места проникать. Ну, блин, не знаю. Мне и тогда, и сейчас все это очень интересно. Это видео вышло при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, 2GIS запустили собственный навигатор. Удобное ведение по маршруту и голосовые подсказки о маневрах теперь работают и в 2GIS. Разработчики просят делиться впечатлениями, ведь ваши отзывы очень им помогут. 2GIS, если быть точным. И представьте мое удивление, когда я, поиграв в Deus Ex Mankind Divided дней 5, вернулся в сеть почитать отзывы и обнаружил, что практически половина отзывов об этой игре в стиме негативные. Я удивился, думаю, очень интересно, что ж я упустил, в чем проблема? А проблем на самом деле очень много у игры, и люди, не стесняясь, об этом писали. Но, во-первых, очень много негативных отзывов от тех, кто даже одного часа не наиграл, объясняло все это тем, что у них игра крашилась, очень сильно тормозила и прочее, прочее, прочее. Я со своей стороны могу сказать, что у меня игра за все время ни разу не крашилась. Я не знаю, что я делал не так. Более того, видеокарта у меня не самая топовая. GTX 770, сами понимаете, где-то на 4 поколения старше того, что сейчас есть. А там люди писали, у которых и GTX 970, мол, у них Deus Ex тормозит. Мне сложно винить этих людей за то, что они оставляют негативные отзывы, но, видимо, проблема какая-то с оптимизацией игры есть. Тем не менее, вот за это время уже вышло очень много патчей, ну как много, штуки 3 или 4 было патчи, я думаю, что игру поправили. Еще разработчики отмечали, что, мол, не надо ставить MSA, там включать у себя в настройках, ультра высокие настройки графики не надо вам включать, чтобы у вас игра не тормозила. Но тут я все-таки соглашусь с игроками, что раз не надо было их включать, может не надо было их и вставлять, то есть надо было сделать так, чтобы игра запускалась именно на том уровне графики, на котором у игрока она будет идти нормально. У меня, как у владельца видеокарты NVIDIA, есть такая штука GeForce Experience, и там вам как бы автоматически оптимизируют все игры, которые вы устанавливаете, под вашу видеокарту. И тут, несмотря на то, что Deus Ex Mankind Divided вроде как разрабатывалась вместе с AMD, то есть оптимизировалась под видеокарты AMD, но мне GeForce Experience какие-то нормальные настройки, по-моему, поставил, и поэтому никаких ни тормозов, ни вылетов у меня в процессе всей игры не было. Тем не менее, я должен вас предупредить, что у вас все равно могут быть проблемы. Но это все-таки решается пальчами, А вот с чем есть действительно проблемы, которые людям очень не нравятся, это то, что игра короткая, и мир в ней маленький. После выхода все-таки Ведьмака, Фоллаута, все ждут от подобных игр какого-то такого открытой песочницы. И вначале, кажется, когда ты начинаешь, проходишь первую миссию обучающую, попадаешь в Прагу, кажется, что тут действительно вы опять в открытом мире, тут много будет локаций, прям адом развернется, куча всяких квестов, прочего. Но на самом деле нет. Локации маленькие, хотя они наполнены всяким интересным и необычным, и вообще дизайн, вот, по-моему, Праги офигенно выглядит. Я бы хотел жить в таком будущем. То есть тут и видно, что это будущее действительно, причем недалекое, это типа 2029 год. Через 13 лет от нынешнего времени. Видно, с одной стороны, что и будущее, а с другой, видно вот этот упадок города, потому что недавно вот произошел этот катаклизм, когда аугментированные люди нападали друг на друга и на других людей. И вот это есть ощущение и декаданса, а с другой стороны, ощущение будущего. И очень вообще вся эта тема мне напоминает «Бегущий по лезвию бритвы» фильм. А я большой поклонник такого, такой фантастической антиутопии, поэтому мне находиться в Deus Ex Mankind Divided очень нравится. То есть мне нравится вот рассматривать эту Прагу, слышать переговоры, там на чешском языке даже есть, смотреть вот эти новости на экране, читать газеты на планшетах. То есть атмосфера в игре мне очень-очень нравится и она, не знаю, ну процентов 30 удовольствия от игры точно добавляет. Есть много жалоб, что, мол, графика не очень современна. Ну, тут уже, знаете, хорошо быть поклонником стратегий, где, в которых графика всегда не современная, я в последнюю очередь вообще обращаю внимание на графику во всех играх. То есть главное, чтобы не очень тормозило, вот для меня всегда было. Для меня визуально Deus Ex, по-моему, выглядит замечательно. Ну, вы сами можете видеть все на своих экранах, естественно, это не ультра-настройки, я вот играл именно с таким видом, меня вполне все устраивает. Еще одна важная штука, на что очень сильно плюются фанаты. Она, опять же, прошла мимо меня, поэтому, видимо, и не раздражает. Но это микротранзакции. Чем-то это похоже на фигню из NBATU K16, кто помнит, я делал обзор. В данном случае вы покупаете в Deus Ex за реальные деньги какие-то улучшающие штуки, оружие более крутое, праксисы, это то, что позволяет вам улучшать ваши аугментации. Но это работает только на одну игру. То есть, вы проходите игру, и потом, если начнете заново проходить, все, как бы, то, что вы купили, оно уже не срабатывает. То есть, в одиночной игре у вас есть возможность зачем-то улучшить себе жизнь. Я не знаю, зачем это делать, потому что, ну, по-моему, проще просто поставить себе самый низкий уровень сложности все это проходить. Заплатить реальные деньги, но только на одно прохождение. Причем, самое интересное, что больше всего возмущены те, кто купил Season Pass себе, потому что там, ну, они думали, что это будут какие-то дополнительные миссии, там прочее. На самом деле, есть дополнительная миссия, там называется История Адама, но самое главное, там больше у вас вот этих праксисов и прочее, но только на одно прохождение. Вот это людей почему-то очень сильно возмутило, ну, но как это должно относиться к хорошей сети игры, к тому, что игра, играть-то интересно в любом случае, я не знаю, почему люди ставят негативные оценки. Ну, раз я упомянул эти праксисы, тогда скажу о ролевой системе, тут, в общем-то, за каждый уровень вы должны набрать 5000 очков, и вам дается такая штука, как праксис, и вы можете прокачать какую-то свою способность, которая называется аугментациями, то есть вы такой киберчеловек, у вас встроены всякие аугментации, чтобы их включить или сделать лучше, вы должны этот праксис использовать, но ролевая система, прямо скажу, тут еще более простая, чем даже в том же Ведьмаке, просто ваша прокачка зависит от вашего стиля игры, вот я сказал, что я играл через такого хакера, взломщика незаметного, так что именно на это и прокачивал своего Адама Дженсена, поэтому игру я рекомендую, но понятно, что не всем, а именно тем, кто любит сидеть в засаде, кто любит прочесывать все уровни, кто любит такой вот медитативный экшен, как бы не звучало это оксюмороном, но Deus Ex именно такой, с другой стороны, в Mankind Divided очень много странного и видно, что все-таки разработчики и издатели немножко схалтурили, делая эту игру. Очень хотелось им заработать денег вместо того, чтобы создать более крупный, большой мир, вставить побольше контента в саму игру, да взять, например, ту же Прагу. Я думаю, многие из вас, услышав, что действие игры происходит в Праге, представляют себе, что они увидят там Карлов мост, другие достопримечательности, да вообще, Прага большой город, в нем есть, что показать. Они даже себе не представляют, что нам покажут всего два района, причем малоизвестных. Карлов мост вы увидите издалека, в дымке, там, в одном месте, и то есть, и знать, куда смотреть. Ну, свозят нас там еще в пригород Праги, еще Дубай нам покажут, но, в принципе, очень-очень мало места, хотелось бы побольше. Естественно, стоит упомянуть локализацию. Мне не понравился перевод, особенно не понравилась озвучка, все актеры как-то без выражения играют, но, прямо скажем, главный герой, он озвучен без выражения специально, потому что, даже если я вам включу вот прямо сейчас английскую версию, вы поймете, что Адам Дженсен в этой игре нудный, маловыразительный персонаж. Но, в русской локализации дело в том, что он еще и почему-то очень тихо говорит, то есть, это вообще проблема звукорежиссура. Идет диалог, и я иногда за звуковыми эффектами, прочими, просто не слышу, что отвечает мой персонаж, благо есть субтитры. Ну и вообще, как я и сказал, русские актеры играют скучновато. Мало используется чешский акцент. Вот я когда переключил на английскую озвучку, я с удивлением обнаружил, что многие персонажи говорят с таким типично славянским акцентом. Так что я рекомендую играть все-таки с оригинальной озвучкой, но с русскими субтитрами. Ну, я еще отмечу, что, например, есть такая штука, Bridge называется внутри игры. Вы находите во время прохождения какие-то, типа, картриджи, а потом вы можете играть в другом режиме игры. То есть это не сюжет будет, а прохождение на время, взлом даже, я бы так сказал, на время всяких данных. Чем-то это похоже, еще раз повторю, на то, как мы в Бэтмене деремся с врагами разными. Ну, только, естественно, разный стиль. то есть если в Бэтмене это все-таки экшен, то Деус-Экс это стелс, и здесь мы должны вот взламывать защитные системы на скорость, и таким образом мы соревнуемся со всем миром, на самом деле. То есть там есть таблица рекордов, вы можете посмотреть, насколько вы быстры по сравнению с вашими друзьями по стиму, либо вообще с другими людьми. То есть такой псевдо-мультиплеер. Мне тут прикалывает, что это именно связанный с основным сюжетом. То есть вы должны проходить сюжет, лазить по всяким невероятным местам и находить вот эти картриджи бридж, чтобы потом сыграть вот в эту дополнительную игру. Кроме того, в игре еще есть такие треугольники, похожие на QR-код, и для планшетов и смартфонов Eidos издатель игры выпустила приложение, в котором вы можете эти треугольники сканировать. Но лично у меня это так фигня и не заработало. То есть по идее вы сканируете треугольники, получаете что-то там дополнительные какие-то возможности, еще что-то. Но у меня и у многих людей тоже это приложение просто пишет о том, что проблема с соединением. И все. И я так и ни разу не смог ни один из этих треугольников просканировать, хотя нашел уже штук пять в игре, по-моему. В общем, пока эта штука не работает. Тем не менее, если вы любитель стелса, именно такого умного стелса, когда вам надо думать о том, что делать, продумывать каждый свой шаг, сначала все посмотреть вокруг, какие есть возможности, продумать, что вы будете делать, а потом уже это воплощать медленно и аккуратно, то Deus Ex это ваш выбор. Давно таких игр не было и в ближайшее время не предвидится. Но вполне возможно, и многие, наверное, согласятся со мной в комментариях, что если вы никогда не играли в Deus Ex, то возможно Mankind Divided не для вас, а лучше начать с Human Revolution. Визуально игры не сильно различаются, хоть и между ними разница только в 4 или в 5 лет, а по объему, по возможностям Human Revolution намного превосходит Mankind Divided, по-моему. Ну, а на этом все, вы слышали Лешу Халецкого, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео, и раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну, и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что заслежили до конца. Удачи, все, гайзер, умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok